Здравствуйте, дорогие друзья! Рубрика «Ответы на вопросы», которые вы мне присылаете в личных сообщениях. Сегодня такой вопрос непростой, что я решил сделать так. Вопрос зачитаю я, а ответ даст детский психолог, дейропсихолог Юлия Михайлова. Итак, вопрос. Мальчик 10 лет, есть особенность, очень невнимательный, сложно сосредотачивается и очень сложно удерживает внимание более нескольких минут. Это проявляется и в учебе, и в домашней обстановке. Учителя, говорят, живет в своем мире, очень часто теряет вещи, забывает книги, тетради, делает задания очень быстро, но из-за невнимательности некачественно. Вопрос. Стоит ли такого ребенка отдавать в секции, где внимательность и сосредоточенность необходимы? К примеру, курсы программирования, проектирования и так далее. На данный момент из активностей у него футбол, гитара, школа выживания. Вопрос возник из размышлений. А нужно ли ему делать то, что у него будет получаться сложно или же полезнее заниматься тем, что проще и легче для конкретно него? Со стороны родителя я очень хочу помочь ему научиться быть более внимательным, концентрировать внимание. Пока что это только разговоры, просьбы и объяснения, почему же нужно делать так, а не иначе. Но я вижу, что он физически пока не способен или совершенно не заинтересован работать, чтобы развивать в себе такие навыки. Добавлю, что также у ребенка есть навязчивые движения и нервные тики. Работа ведется с психологом. Также наблюдается у невролога. Сейчас направили на МРТ. Невролог говорит о синдроме дефицита внимания и повышенной возбудимости. Но диагноз до МРТ никакого не ставит. Пока предложили принимать успокоительное. Итак, вопрос непростой. И я передаю слово детскому психологу, нейропсихологу Юлии Михайловой. Добрый день. Хороший вопрос, очень интересный. И по сути мама спрашивает о том, как помочь ребенку стать более внимательным, уменьшить рассеянность. Что нужно сделать, какие кружки подобрать ему, чтобы помочь ребенку быть собранным и не витать в облаках. У ребенка есть два вида активностей. Школьные активности и внешкольные активности. При этом, если рассматривать с точки зрения мозга, вот то, что происходит, все эти деятельности ребенка, которые у него есть, то активности школьного плана, они связаны преимущественно с левым полушарием. Там, где у нас счет, письмо, чтение. То есть все то, что нагружает функции левого полушария. Внешкольные активности связаны больше с физической нагрузкой и с полушарием правым. Там, кажется, была музыка, мама говорила, потому что мальчик занимается музыкой. И были занятия футболом и в школе выживания. Так вот, давайте смотреть. Ребенку не хватает внимания в плане школьного обучения. Теряет внимание, теряет работоспособность, сосредоточность. И в школе, и дома этот процесс проявляется везде. То есть мы понимаем, что не хватает ресурсов для того, чтобы это внимание обеспечить. Не хватает сил, не хватает включенности, чтобы быть постоянно в концентрации на том, что происходит вокруг, на том, что он в данный момент делает. И привязываясь к школьному обучению и рассеянности во время школы, мы понимаем, что не хватает ресурса для того, чтобы хорошо работали процессы, обеспечиваемые левым полушарием. Но левое полушарие работает не само по себе. Оно всегда работает в связи с другими, в связке с другими. И процессы активации, активность этого левого полушария, насколько оно хорошо работает, насколько оно заряжено, связаны со стволовым отделом мозга. Тот, который, если представить наш мозг в виде дерева, тот, который будет подобен стволу дерева. И несет в себе функции энергодающие, функции тонизирующие, функции энергоснабжения всего мозга. То есть, если этот нижележащий и более простой, и более ранний по созреванию отдел работает хорошо, тогда все те отделы, которые находятся выше него, которые от него зависят, и которые он снабжает энергетически, будут работать хорошо. Они будут работать активно, с вниманием, с достаточным уровнем тонуса. То есть, ребенок будет иметь более четкую речь, если мы говорим о речи, будет иметь более внимательное восприятие, когда мы говорим о чтении, о письме и так далее. Что же происходит, когда не хватает энергетически ребенку ресурсов для его деятельности? Происходит вот что. Мы заставляем ребенка делать то, на что у него не хватает сил. И когда происходит чрезмерный процесс активации, ребенок может не выдержать в своем, так сказать, естестве, и он может просто заболеть. Заболевание как способ ухода от той деятельности, которая вызывает у него очень сильное перенапряжение. Второй вариант. Ребенок может уходить в себя. Вот то, что называется летать в облаках, отключаться, скажем так, от реальности, от активного участия в реальности. То есть, он как бы находится здесь, но при этом он что-то не видит, что-то не слышит, чего-то не замечает. И это способ, вот это способ регулировать свою включенность в окружающий мир и регулировать свою энергозатрату на то, чтобы находиться в этом мире максимально сконцентрировано. То есть, из маминых слов, из маминых рассказа о ребенке, мы можем сделать вывод, что мальчику не хватает энергетической силы. Энергетически его мозг истощен, слаб. Ему не хватает процессов активации в мозге, не хватает процессов тонусной регуляции. Потому как, если этот отдел работает хорошо, он может поставлять всем остальным отделам достаточное количество энергии и ресурса по поводу тонуса. Все процессы будут работать более четко, более собранно, и мы получим на выходе хорошую работоспособность у ребенка. Мама указала такой интересный момент, что у ребенка есть тики и есть навязчивое движение. О чем это говорит? Если мы рассматриваем, опять же, работу музыка как процессы, происходящие в дереве, то по стволу дерева, поднимающиеся ресурсы его, сок с питательными веществами, поднимаются по стволу и идут в крону. Идут по каждой веточке, к каждому листочку. Потому что все дерево, вся его крона, она выполняет одну и ту же функцию. Все про одно. Но когда мы говорим о мозге, то в мозге каждый отдел, каждая полушария имеет свои центры, которые включаются в тот момент, когда мы что-то делаем. Допустим, мы захотели что-то посмотреть, что-то почитать. В этот момент у нас активизируется затылочная кора. Затылочная кора нашего мозга. И вся активация, которая есть в мозге, весь энергоресурс, который дается стволом мозга, направляется именно в тот отдел, который сейчас активен. Затылочную кору мозга. Если же нам нужно что-то внимательно слушать, допустим, слушать учителя, его рассказ, его лекцию, у нас включается слуховая кора. Височная кора левого полушария. Она активируется, при этом снижается активность остальных, которые не участвуют. Они участвуют в данном процессе. Но когда этот энергопоток, скажем так, метафорически, является не струей воды, как в душе, одной большой струей воды. Когда он является душем распыленным, то процесс активации происходит не только тех отделов, которые сейчас задействованы в процессе работы, в процессе деятельности ребенка. Не связано только с тем, что он сейчас делает. Активироваться могут и те отделы, которые совершенно не участвуют сейчас в процессе. То есть при письме, при чтении, просто даже в обычной своей жизни, ничем таким познавательным не занимаясь, ребенок проявляет то, что называется тики, подергивание и так далее. Вот эти навязчивые движения. О чем это нам говорит? О том, что энергия мозга, мозговая энергия, которая конечна. Мы понимаем, что ствол мозга может придать определенное конечное количество энергии всему остальному мозгу, вышележащему, то расход вот такой нецелесообразный, нецеленаправленный расход имеющегося запаса, имеющегося потенциала энергетического негативно будет влиять на то, что в итоге доходит, собственно, до цели, до того центра мозгового, который непосредственно участвует в деятельности. То есть если иметь вот такое энергоснабжение в виде душа с распылителем, мы будем что-то видеть и не замечать нюансов в картинке. Мы будем что-то слышать и отвлекаться, потому что в этот момент, пока мы что-то слушаем, слушаем лекцию, слушаем учителя, наш слух отвлекает еще другие шумы, мы можем отвлечься на свои ощущения в ноги, в руки и так далее. То есть идут другие совершенно не связанные с актуальной деятельностью процессы. Но убрать эти моменты можно в том случае, если мы хорошо чувствуем свое тело. Если мы хорошо чувствуем свои ноги, свои руки, свою спину, все мышцы отдельно, да, и опять же все мышцы вместе. Если мы хорошо управляем своим телом, тогда и через определенного рода упражнения, связанные с напряжением, с расслаблением, с растяжками, с массажем, мозг учится управлять теми частями тела, той деятельностью, которая происходит, и оттормаживать ненужные движения, оттормаживать ненужные процессы, которые не связаны с деятельностью в данный момент. Поэтому будет улучшаться внимание, потому что оттормаживаются ненужные сигналы, и мы на них не реагируем. Поэтому улучшается концентрация, потому что поток энергетический, который получает мозг, он будет идти целенаправленно, а не рассеиваться по разным местам, на разные отделы, и активировать ненужные движения. Таким образом, мы на выходе получаем хорошую концентрацию, хорошую работоспособность. Поэтому, если совсем конкретно ответить на маму на вопрос, какая же секция лучше, что же делать, как помочь, я бы сказала так. Очень хорошим вариантом являются любые телесно-ориентированные практики. Замечательно совершенно бассейн, замечательно, потрясающе работает все, что связано с массажем. Массаж — это шикарно. Вообще, эта ситуация, она очень показательна, как пример, где нужна нейропсихологическая коррекция, которая, собственно, работает с тонусом тела, с напряжением, с расслаблением, то есть в целом с телом и с психическими процессами, которые можно корректировать и улучшать через работу тела. Что хочется пожелать еще по поводу, как улучшить. Снизить физическую нагрузку по возможности. Если есть большие эмоциональные нагрузки, тоже постараться их снизить, чтобы было меньше стресса, меньше эмоциональных нагрузок и переживаний. По возможности, сбалансировать режим труда и отдыха, вот то самое классическое, труда и отдыха. И по возможности сделать жизнь более ритмичной. Для того, чтобы помочь стволовым отделам, стволу мозга, работать более эффективно. То есть, примерно в одно и то же время ложиться, примерно в одно и то же время вставать. Давать возможность, может быть, где-то среди дня передремать, отдохнуть. Делать дома растягивающие упражнения в виде зарядок и гимнастик. Делать дыхательные упражнения с задержкой от дыхания и длинным выдохом. То есть, есть масса способов, как можно помочь ребенку сконцентрироваться и оттормозить ненужные, нецелевые движения, если мы работаем с телом. Вот так, если мы понимаем про мозг немножечко, то нам очень тогда легко понять, что же нам делать с ребенком, с его трудностями и как ему помочь.